Все время я повторял, что колебания кристаллов, колебания кристаллов, представляет собой самокупность колебаний с собственными частотами. То есть любое колебание может быть представлено в виде совокупности нормальных колебаний, нормальных колебаний с этими частотами. Этих частот столько, сколько ветвей, колебаний, вот это атом, это ветвие колебаний, их столько, сколько у нас атомов полиметарной ячейки нужно 3 ню. Число атомов полиметарной ячейки, значит, вот 3 ню у нас с этих ветвей. Значит, у нас 3 ню n, это число степени свободы. Все это одно представлено, что это система нашей. Так вот, значит, у нас квантовая картина колебаний представляет собой разложение этих колебаний на кванты. То есть по квантовой механике, значит, энергия этих колебаний может быть представлена в виде целого числа вот этих квантов. То есть у нас энергия колебаний с этой решетки есть, то есть для резонса, которые мы здесь пишем, и, значит, вот сумма по вот этому k альфа, значит, волновой вектор, номер векции. h омега альфа под k на n k альфа плюс 1 вторая. Вот, значит, все. Причем, если, сразу скажу, что одна вторая альфа, который фактически есть, много говорили о вкладе энергии, значит, нулевых колебаний в энергии в основном состоянии. Так вот, вот одна вторая альфа, то есть, видите, значит, нужно знать спектр колебаний, чтобы определить полностью, строго полностью к этому энергию в основном состоянии. Энергия в основном состоянии состоит из, значит, вот, статического расположения альфа, статического расположения атомов в этом кристалле, плюс, значит, кинетическая энергия, которая составляет собой энергию любых колебаний. То есть мы любые, кинетическая энергия, любых колебаний, они, когда околопоженные, когда-то все обратились, и вот это на меня есть. Вот она вот это, зачем ее находилось здесь, получили. А вот это все, зачем вы составляете, это энергия возбужденного состояния колебаний, где, значит, ну, ноль, это мы не берем, мы можем ноль писать, но это будет. Один, два, это целый, это пол целых чисел просто. Это столько, сколько квантов данной ветви, данного, значит, в ветви клеба не входит. Вот сколько возбужденного. Вот вы говорите, как возбужден каждый, возбужден каждое состояние, нормально, так и в плане, в данном состоянии, какой вклад вам есть. Так вот квантов в картине, этот вклад просто не скрепит, он представляет собой, в голове, он представляет собой целого, влезь квантов. Вот, значит, мы, таким образом, целое число вот этих квантов представляем собой состояние, в том числе. И каждый из них квантов мы называем фанон, фанон, это квантов калибания, значит, это историческое представление, историческое решение. Вот, значит, вот самое главное число. Теперь, значит, мы, теперь мы пришли уже к описанию термогенемических свойств. То есть мы сейчас вот эти, вот эту систему должны рассмотреть физические свойства этой системы. Мы должны рассмотреть физические свойства этой системы, которые заключают в собой термогенемику и кинетику. Ну, термогенемика, вы все это знаете, вы хорошо знаете, значит, она представляет собой, значит, науку о различных процессах тепловых, значит, значит, тепловых, тепловых, тепловых движений, так сказать, энергия теплового движения атомов. Так вот, здесь энергия теплового движения атомов, в нашем случае, это есть вот это, значит, соответствующим образом происходящее описываемое вот эти фанон. Фаноны находятся в тепловом равновесии. Вот у нас, значит, прошлача оцентативы у меня. вот что сейчас описание вот это термодинамической такой системы системы с большим через большого числа там она всегда происходит совершенно то есть есть как разом отличающие эту систему свойства что и которые значит механическом описание содержится а именно с тем что число сибирицы будет обробно на принципиально число этих вот это настолько большое число что она приводит принципиально отличие этих свойств такой системы свойства очень важный скачок механики и и в основе так вот и так значит и вот и я я в курсе тоже миссии этот фрагмент фрагмент сайтического описания ну простой самый простой системе вот это как допустим у нас вот эти фононы с авиатор а не самая простая система и вообще-то и механическая вообще система вот она значит вы ее провели специально приведена нашему ситуацию также точно статистическое описание этой системы это именно вся история науки происходило того что значит это вот терминамику и статистическое описание осмысливали применительно к этим идеальным системам дом собственная система идеальный газ газ атомный атомный находящийся не не амминифстрали а ассоциалятор 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 а потом дальше вот я буду физику так сказать вот этой системы гармонических ассоциаляторов я вам и рассказываю ее что ее в самом таком основном, что ли, но небольшом объеме именно принятие для того, чтобы мы уже научились описывать термогенемическое свойство нашего пристава. Вот это значит, надо сейчас статистическое описание ввести для этих вопросов. Вот просто раз я сейчас расскажу все основные этапы этого рассказа. Значит, смотрите, переход к статистическому описанию происходит таким образом, статистическое означает вероятность. Теория вероятность в какой-то степени изучается. Поэтому лучше меня значить. Знаете, все основные положения, там же теория вероятность. Но, значит, здесь нам нужно, ну, большой факт, самый главный факт, все же факты понимать, что такое вероятность. А возникать нужно так, что мы, значит, вот, мы говорим, у нас каждое состояние характеризуется совокупностью, значит, мы говорим, вот механическое. Вот это же сколько? n? Какое число? n в каждом данном состоянии находится. Целое число вот этих плантов сколько находится? Так мы, то есть, например, не при макроскопическом описание, при состоянии, в котором мы не можем различить каждый, что делает каждый атом, какой каждый атом в каком состоянии находится, сколько же формонов находится в каждом состоянии. Так вот, это, значит, такую ситуацию нужно написать вероятность. То есть, значит, вероятность того, что какой-то находится в таком состоянии, что столько-то находится в таком состоянии. Вероятность того. Если, зная вот эти вероятности и их поведение в зависимости от числа, степеней, свободы от числа, мы должны себе хорошо представить. А вот это поведение, я забегаю вперед сразу и скажу, в термодинамике, в термодинамике, значит, вводится и тоже какая-то система, описывающая состояние системы, и там в tram тем не менее, но это, в принципе, отличается от механики. Чем отличается? От тем, что там вводится первый, нулевой подсулат, знаете термодинамический. Și чего начинается термодинамик? Она начинается с понятия термодинамические. То есть, механическая система, механическая о streamlinedın навесии это одно, но есть особо значит равновесие, термодинамическая. Которая, в котором каждая система, которая в которой каждая система, и причём, если её предоставить собой системой и находится в допрос высоких долгах. Вот она в этом термодинамическом равновесии находится, и это равновесие активизуется уже термодинамическим параметром, главным геологическим пергодом. Так вот, значит, вот это понятие равновесия мы должны описать на языке вероятности. Вот это главный шаг. Это заслуга Людвига Больсона, который вот этот, собственно, ящик, представляет тот фрагмент, который является частью вот этой науки Больсона, которая, конечно, огромная, и, значит, она, там, в 7 вместе шли, вот, точнее, Больсона, и для квадромеханика это просто Макс-плана, вот эти, значит, большие цели. Вот, так вот, значит, в чем, значит, как же нам к этому подойти, значит, верна 6,7? Ну, вот я сказал, верна 6,7, на самом деле, мы только с какой-то долей вероятности и с какой-то вероятностью знаем, сколько у нас в каждом состоянии для этого, для того, чтобы тогда обвести это понятие вероятности. Вы знаете, значит, чего? У нас теория вероятности в простом варианте, сам ком, комбинаторно, так сказать, фигуры. Значит, вы, значит, вы имеете в силу, как сказать, огромные часы вероятности, системы с огромным часом учебными, степень злой. Вытащить, действительно, в раздражении все ящики. То есть мы вот, вот, допустим, вот столько, вот, огромное количество, я снова все это рассказываю, потому что, ну, иначе уж не ухудшится. Огромное количество у нас этих, значимых, перемененных, вот здесь по-разному, вот, значит, мы должны произвести крупно-структурное сглаживание. По-разному это называют, а звать, ну, я вот называю, крупно-структуру назвать. То есть, значит, мы должны, вот, мы вот этими мечами, 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 и с какого-то момента мы все начинаем это чай. Мы мечами, так и мы должны взять все ящики. Ящик, каждый, каждому из которых, одну мы заменяем, значит, вот это, вот это каждому. Я, допустим, не буду сейчас А, писать, буду только А. Ну, допустим, вам доказываем ветви, ну, значит, просто одну перенюшим. И так-то, вот, значит, здесь много как, а я вот заменяю одну. Усредненным усредняю как-то. Сейчас я потом скажу, когда усредняется, да? Ну, то есть, просто не усредненные значения этих чисел. Какое-то среднее значение. И это, и это, и таким образом у меня. Вот этих много-много, допустим, 10 десятых. А эти, где-то 10-22, это все одно, а то и по возрасту. То есть, огромное число вот этих возрастов, да? Вот это. Вот, значит, да? Эта вот структная структура должна есть. И, значит, после этого мы можем вести вероятность. Что вероятность? Сколько же здесь этих? Вот это, это. Сколько здесь? Сколько здесь? Это случайно. Вот мы ввели эти ящики, которые... Мы их вводим так, чтобы нам было... Ну, понятно, чтобы мы их соответствовали нашим, макроскак, органами, нашими переборами, органами чувств, чтобы было... Чтобы мы зачувствовали все они. А уже сами вот этим не чувствуются. Вот такая структура. Так вот, значит, после этого мы... Значит, смотрите. Мы должны теперь вероятность определенного состояния вот этого. Допустим, сначала мы начинаем вероятность соответствующего состояния с данным каким-то значением НК. Вот оно определяет, как и так называемый, статистический вес. То есть вот это число комбинаций различных... Эй, вот, например, срокуски каких-то этих, правильно? Число комбинаций, какие возможны, значит, если мы имеем в каждом ящике я ввожу в каждом ящике какое-то определенное число. Оно называется, я могу сказать, ЖК, да? Вот ЖК, вот это число. Это число сколько Н, да? И теперь, какова вероятность, что какой-то ящик будет объединить такое число, какое-то определенное Н. Значит, это в определенном способе является статистический вес. Вот первое, первое, шаг это статистическое описание, статистические весы, лицарное состояние. Значит, он отрицается чисто комбинационным образом. Ну, наверное, информацию у вас научили выводить. Значит, когда... Я, конечно, и не буду выводить, потому что это будет... Долгое дело. Значит, так повторялось, что это случается. Что происходит в салон? Сочетание. Число сочетаний из каких-то элементов по подсказки, да? ЖК плюс НК. ЖК, да, плюс... Фу, человек, ты... Сносится. Вот, так. И здесь ЖК. Так, фу, не знаю, какая-то. Вот, значит, вот так... Не надо все время, что-то шипать или... Уже... Уже... Ну, не могу срочно. И вот, итак, значит, вот она вероятность определенного состояния НК. Так, секундочку. Уже прям не злиться. Все правильно. Все, правильно? Так, все. Тут определенный... Значит, определенное число НК. Вот здесь все вещи. Какого-то числа данного НК задали, вот его, значит... В этом ящике, как сказать, оно... Значит, число этих... Коменаций... То есть, число способов осуществления этого состояния. Число способов осуществления этого состояния. У нас, значит, я здесь не стараюсь. Ну, вероятность, нормирована есть и не нормирована, то есть, я здесь не нормирован, такое число большое. причем каждое число из этих большой, это большой, это большой, и это большой, значит у нас для того, чтобы это вводится тем же свойством обладающего логарифма статического леса, это очень важная процедура, и это именно суровая, которая вводит такую характеристику, уже как бы в целом характеризующая система больше только логарифм, здесь более такая медленная функция, если там вот эти факториалы, это функции такие, значит, очень изменяющиеся, то это значит медленно меняющиеся, и это тоже своего рода выглаживание, логарифм вместо этого, дальше здесь используется модула, которая позволяет факториалы больших чисел выразить через, значит, сами числа, вы знаете это, это значит тоже, значит, если очень большой n, то он есть n, логарифм n, видите, вот какая, тут сразу же, важная форма, значит, тогда вот это все, значит, следующая форма, это логарифм статистического веса, сейчас распишем его, если нужно все это сделать, то тогда получите, смотрите, как, вот здесь я вынесу сразу же скобку ЖК, а то, что скобочки останется, вот смотрите, просто это приблизительно ЖКО, вот такая форма получается, значит, это, где сразу, где возникает вот что, НК щуточкой среднее значение, то есть это НК деленное на ЖК, то есть это вот здесь НК, да, мы разделили на ЖК, значит, среднее, значит, через сколько в каждом из этих точек существует, существует, то есть мы вот это вот все это все состояние теперь описываем на языке вот этих вот усредненных чисел здесь, и теперь у нас будет вот все детали вот этого внутренности этих ящиков содержаться в этой вот букве НК, это среднее, потому что, видите, как получилось, вот, значит, ну все выразилось, теперь вот так что получилось, теперь, почему опять же эта форма важна, потому что нам вот это, теперь каждый ящик, а теперь совокупность ящиков, это произведение всех данных карт, произведение не по этим, а будем считать по ящиков, а по группам, я называю, по группам, ну да, я слово ящиков говорю вот так, как-то часто, зависит от группы уже группа уже это направо перед shaded group, будет группа по этим, вот это вот К, это вот эту «К» вот это уже К к этому, понимаете, это другой групп ,но по группам, это было гад excited, статистический объезд данного состояния системы. То есть вероятность данного состояния. Вот как распределили эту n-капель, значит вероятность этого состояния имени гамма вот эту самую логарифтную. Теперь сейчас смотрите, почему опять же, сразу простите, почему удобно и почему естественно переходить к логарифму. Потому что логарифм везде, наверное, все говорит. Значит, поэтому мы вводим логарифм гамма равный сумме по группам значит логарифмов и это ж, к скобка и вот значит вот это все я вот это все вот это вот скобочка возникает. И теперь смотрите, сразу же получается так. Значит здесь сумма по группам данного к значит у нас в принципе все состояния по самому. то есть получилась сумма по всем опять состояниям. уже вот это очень важно некоторые сейчас теории все же забыли уже и так когда значит настолько все это замутно под хайверк что они большинство даже не понимают. Значит смотри то есть мы во всех дальнейшем всех вообще во всех вообще значит в осмотрениях нашей системы вот это теперь ну было у нас сумму пока мы же рассматривали сумму пока альфа вот теперь я могу альфа 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 и значит сумма подстанет чего-то так вот мы сейчас эту сумму значит эту сумму с вами просто превратили вот вот такую сумму значит сумма логарифм 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 сейчас превратилась в такую сумму единица плюс н-к средний да логарифм единица плюс н-к минус логарифм значит смотрите все то что было связано с тем грубым согревлением вышло, что у нас вообще все суммы, сейчас у нас вообще не будет таких сумм, в которых бы не фигурировалось на функции распределения. Именно поэтому это отражает и то, что распределение делается. Вот эта вещь логоэстетического веса, теперь уже просуммирована ко всем этим значимым, называется атропия. Атропия не совсем, что кажется так, которая, значит, в термодинамике, но, как мы видим, она просто с множенами будет отличаться. Вот это раз и было открыто с самопольством, как же найти то, что натропия, вот второй закон термодинамичный, как связать второй закон термодинамики с микроскопическим описанием, вот он для примера газа, для примера с ветра, это сделать. То есть мы переходим, мы находим сейчас энтропию, вот она энтропия, она логарифм статистического веса представляет собой, что она здесь, это безразмерная величина. Энтропия, вы знаете, имеет энтропию совершенно. Ну вот, итак, вот это, значит, мы пришли, короче, значит, зачем эта штука вообще, а затем мы сейчас смотрим, вот ту самую главную идею, значит, этого статистического описания, статистической физики, что это звучит. Что, значит, равновесие представляет собой состояние с наибольшей вероятностью. То есть, значит, равновесие, это такое состояние, которым вот эта величина статистического веса максимально оказывается, ну вот в теории равновесия, не знаю, какие фрагменты у вас какого-то, но значит, существует какой-то закон большого числа, что, значит, чем больше вот огромного числа, значит, у нас чем больше числа, тем более, значит, тем более выделено вот это самое вероятное состояние. Вот эти системы, которые мы занимаемся, значит, именно эти характеристики, что эта самая вероятная, настолько сильно выделена, что она действительно с наибольшей вероятностью всегда осуществляется. И всегда процессы, какие-то происходят, взаимодействия, а процессы, которые всегда происходят, которые, значит, именно стараются, увеличиваются, ну, значит, я даже могу сказать, какие процессы, процессы перехода между этими микросостояниями, они все время происходят, и поскольку, значит, они тоже статистические характеристики, то, естественно, все больше и больше вероятны состояния, которое получается, и наконец приходит такое состояние, когда вообще уже все, в котором вот эти вот НК не меняются. Значит, смотрите. Итак, значит, у нас вот эта, значит, величина энтеропеи максимально для такого, вот их-то значения НК, для которых, которые отвечают на максимальные вероятности и которые уже современные. Если мы произвольное взяли состояние, то оно, значит, изменяется. Оно изменяется, значит, если система пространства сама себе, то оно меняется, значит, соответствующим таким образом, чтобы идти в тему больше и более верным состоянием. А если, значит, она подействует от чего-то, от возмущения, ну, тогда, значит, эти самые НК будут какие-то другие, определяемые этим возмущением. Ну, вот и так. Значит, теперь, значит, следующий шаг определения максимального. Мерей – это определение, значит, наиболее разного состояния, отвечающего на большие градуси. Ну, максимуму энтропии. Вот это вот, это максимум тропии, значит, мы отвечаем… Ну, значит, таким образом, смотрите, значит, что, решили почему. Вот в механике. Система представляет собой целопутность, стационарное состояние. Тоже они стационарные, не меняющие никак состояния по механике, да? Вот они характеризуются, а потом, например, энергетический инспектор. Вот он, и это вот этот спектр энергетический. Есть такой у нас. Инспектор энергии, но он неправильный может, наверное, почти что. Ну, тогда возникнет такой спектр энергии. Так вот, значит, это в силу того, что возникает сейчас статистическое описание, оно говорит, потому что не достаточные характеристики этого состояния чего-то, надо еще вероятность этого состояния. То есть для данной энергии состояние может быть таким, что, значит, распределение этих… будет неравновесно, так сказать. И вот, несмотря на то, что энергия будет эффективна, значит, эти цели не изменяются, но пока не растопила, вероятность, значит, равновесная НК. И вот эта равновесная НК, она отвечает, будет энтропия, которая, соответственно, значит, теперь формировается характеристики этого состояния. И вот мы решили, соответственно, тому же, что вы понимаете, да? Понимаете, энергия, энтропия, вот что должно быть занято, значит, чтобы полностью определить состояние. Вот, значит, это такое… Значит, здесь есть какие-то… Такие вот благодарные основания. Ну, я вот эту основу… Сейчас разложить вам. Итак, теперь, значит, мы должны найти тогда… При условии того, что ЕК в среднем есть у нас какое-то, да? А какое ЕК в среднем? Ну, значит… То, что связано с колебаниями. Там, допустим, Е0 будет задержать, который энергия в основном состоянии не имеет. А здесь будет H омега альфа НК сумма бока альфа. Допустим, если это не вышло, ну, будет бонусы НК. Вот. Значит, среднее НК будет вот оно. Вот тут как раз отражается, что все величины будут обязательно входить. Называется функция распределения. То есть, это округленное уже… То есть, свидетельство округленного описания. Значит, функция распределения – вот это. Это и есть, значит, среднее значение энергии. Вот она какая энергия. Значит, теперь… Вот эта энергия должна быть в этом сцене фиксирована. Но если станет вот так, должно соответствовать, естественно, на одной пути от него. Так вот, нужно найти максимум вот этой функции при условии, что эта энергия фиксирована. Вот. Значит, это делается так, что мы берем производную, ну, вариационную производную. Вариационную производную. Значит, и проходить всю значимость, все хорошо. Вариационную, и все. То есть, вариационная производная – это по ДНК. Ну, в нашем случае это будет просто дифференцированная пара. Значит, дифференцирование. Потому что эта функция под знаком интегралов, фактически, входит. То есть, это дифференцирование по функции. Ну, это… Итак, это все. Можно просто дифференцировать по какому-то ДНК. В среднем, да? Вот. Вариационную, ну, не саму, а величину. А ИНа – бета е. Это есть, значит, ну, способ. Это вариационное числение. Это способ вычтения условного, так называемого СМ. Это условный, значит, способ вычисления условного максимума. При условии, что вот е фиксировано, да? А, значит, это… Учисляется… Максимум. Ну, и так, значит, вот это… Получается, это… Это… Производным способом любит. Ну, вот и… Прилаграмм к нулю. Значит, смотрите, это… Получается… Значит, смотрите, что… Это принято… Прилаграмм к тому, что… Получится… Бета. А в этом дискоте нет ни множитель, да? Множитель, который нужно найти с того… Что мы найдем сейчас СМ, вот эту среднюю. И должны подставить ее сюда. И связать это с Е величиной. Вот такая… Это… Суть этого подхода… Условного. Выходили с СМ. Значит, вводится параметр, который потом находится в СМ. Ну, это пошел по-другому. Тогда туда вот… Получается, что… Максимум вот этой… Вот этой… Вот этой… Вот этой… Вот этой… Оно… Значит… Соответствует… Мы получим здесь саму величину, да? И эту… Значит… Величину… Величину… Из этого… Значит… Разница… Как бы… Определим эту величину бета. Поставим сюда бета в этом виде. И получим С как функцию… Бета. Как функции… Вернее… Как функции Е. Правильно, да? То есть мы получим С как функция Е. Как бы… Для… Случа… Правда есть. Ну вот. Значит… Это приведет… Значит… В чему? Что у нас… Значит… Вот такой… Уровень такой… Ну я вам в следующий случай запишу, чтобы… Было понятно, сколько получится… Конечно, напомню. Минусе… Плюс НК… Патериальное НК… Ну… Ну… Патериальное… Плата поставить… Плюс В… НК… 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 Вот… Мы получили равновесную информацию распределения. Поместные средние числа… Дополнение. Вот они какие получили… Е в степени бета… А… Амета К… Минусе единицы. Вот. Вот она как получилась функция… Значит… Мы теперь должны поставить такие лобовые формулы… И получили равновесную информацию… И… И… Э… Э… В равновесном состоянии. Вот. Значит… Эм… Отличие… Эм… 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 В равновесном состоянии… Эм… Неравновесных… Оно… Вот это… По закону больших чисел… Так… Он равен… Оно равно… Единственное… Поле… Вот… Эм… Ну… Вы, наверное… Это все знаете. Значит… Эм… 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 Настолько… Большая вероятность осуществления данного состояния… По своим другим состояниям… То есть… Если с ним предоставить сама себе… То… Значит… Вероятность это… Эм… 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 Вот. Такое… Ошибы, так сказать… То есть… Ошибы… Разница между ними… Порядка… Вот… То есть… Эм… Эм… То есть… Эм… 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 Ну вот… Эм… 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 Так вот, значит, у нас есть осциллятор, и вот, значит, ну, во-первых, при физическом описании, то, наверное, известно, было, что, если мы имеем систему идеальных осцилляторов, да, то на одну степень свободы приходится совершенно определенное значение энергии, энергия, приходящаяся на одну степень свободы. Вот, значит, как раз Борсман как раз и нашел вот этой вот приходящейся на одну степень свободы идеального, всему идеальных, значит, этих осцилляторов, значит, связь идет с температурой. Температура оказалась, что вот однозначно является любое. Как оно? Если мы сейчас вычислить энергию в нашу энергию, которая есть, аж омега, подставить вот эту, да, аж омега к, нефтью предельную бета, аж омега к, минус единица, да, ну и найти, это, значит, мы еще будем сейчас, найдем закон, так называемый биологией Ким. Значит, закон заключается в том, что система света, в нашем нашем случае, это теория тела кристалла. Зачем закон должен иметь теплоемкость, константа, ну то есть энергию пропорциональную, прямо пропорциональную температуре, прямо на самой температуре, то есть степень нагретости, что-то есть, синфонисованные все мои Kom Carol I, Lina, называются температурой, и определяют, значит, то число... то число, которое приходится해서 на одну степень функций, понимая то, то число, которое приходится на одну степень функций, энергии, нагрей псеветопри� subtitles. Так вот, значит, мы можем, значит, здесь вот H, устремить к нулю квадла Пеханика. Это закономерность праведливых в классическом случае только. Ну тогда, значит, здесь, это будет большое следующее, в классическом случае будет сома БК, H омегу К. Значит, здесь нужно разложить вам по этому баллу. Значит, здесь единица плюс βH омегу К, да, минус единица. Значит, соответственно, вот это H омегу К. Значит, получается сумма БК, сумма БК, это число степени свободы у нас. То есть это 3N ν, да, 3N ν, и нерискла в это. Вот. Таким образом, если мы сейчас считаем, что на одну степень свободы приходится энергия, такая температура, духовная энергия какая-то соответствующая, вон, тепловая энергия, то она же основная единица на β. То есть единица на β, это есть то, что приходится на ту степень свободы. Ну, вот эта энергия называется температура, температура в единицах соответствующая. Так вот единица – это такая партияная большинство, которая с большинством, и она не начинает. КПТ, вот это и есть единица на β. Единица на β равно КПТ. Значит, ну, то есть вы как? Дождите, вот взять вот этот наш кристалл идеальный, берём идеальный кристалл, нагреваем его, и вот при определённом состоянии, ну, вы знаете, значит, мы выбираем, точка, таянная еда, да? Вот при таянной еда считаем одно состояние. Теперь при этом самом кипении воды считаем другое состояние. Вот мы считаем, что между этими состояниями 100 у нас единиц, да? Вот 100 единиц, да, значит, каждое, значит, значение характеризуем температурой. А если мы температуру температуру в градусах, то тогда, значит, это будет где-то, да, это соотношение будет. Значит, это соотношение будет отличать градула. То есть это введение градуса фактически, да? Да, то есть это введение, это, ну, определение температуры, когда статистическая градусах вода, скажем. Вот. Я говорю, значит, сейчас мы получаем что? Что нет. Энергия равна. Мы получаем все проявление, которое, значит, дает вот это фактически то, что я сейчас пишу, аж америка, ака, правда, кип-минус единица, вот это. Это, значит, введение калорическое уравнение состояния, да? Вот мы получили наши системы. Мы уже здесь написали, что альфа это, альфа, здесь альфа, да. Вот, значит, это мы получили энергию. Еще объем. Ну, объем нас не существенно выиграет, но, значит, мы должны понимать дело. А он где? Вы знаете. Мы, по-моему, пока переводим. Теперь уже к этим мы применяем это к обе структурному перемену. Но все равно это не значит. Если не изучили, мы будем делать. В этом парке имеется ОДК. Вот это зона бибиода. Ну, вот он объем. То есть, я говорю, просто специальный объем. Все остальное содержит средства. То есть, энергия как раз помните своей температурой. То есть, мы выселиваем. Ну, просто вот где? Вот 5 минут. Ну, вот здесь вот она, я говорю, здесь у нас это реально. И, значит, она, это разрешат идеальности, системы, то есть идеально термогических исцелядок. Мы должны, например, умыти, потому что мы в уровне состояния, которое отвечает в зависимости от давления интернатуры, термическое уровне состояния, мы, к сожалению, значит, не можем правильно получить. Здесь было другую точку. Ну, здесь я, наверное, не слышал. Наверное, что написал. Ты считал, да, я думаю, понятно, что здесь видишь. В общем, вот это, вообще, вот эту форму, давайте-ка я решу. Если это вот как-то, вот, е в степени аж по метам альфа, вот как, на как по д на единице, это называется пункция распределения. Узнаете, конечно, видели эту формулу. Если вы не видели эту формулу, то, значит, быстрее надо вам подбежать, и вы можете ее посмотреть. Потому что, значит, это называется функция распределения планка. Фотона – это слово звук, а фотон – слово свет. Значит, то есть это функция распределения планка фигурит в этой теории батонов, то есть в кладовании даже теории какого-то ровнистного поля. Вы знаете, что, конечно, такая теория сложима. Ну, вы, это, уже и самому не было спорта. Потому что теория, потому что форсович им, потому что уравния, описывающие альфа унистовое поле, конечно, без него страшнее, чем уравния описываемые малые колебания христаллы. Конечно, значит, в нем сходилось много чего-всего. И вот эти самые теории данного поля. Ну, но вот, тем не менее, значит, функция распределения, то там получилась такая же. Более того, она сама сникла, конечно, раньше, чем формифонов. Потому что там было, свет изучался намного глубже. И много интенсений какие-то были приемные. Значит, и, значит, там возникла просто катастрофа. Это одна из, собственно, предпосылок создания банковых механизмов заключалась в том, что возникла калифорганская катастрофа. То есть, получилось, что спектральная плотность, в связи с сферами, тоже есть, естественно, спектральная плотность холебания. Спектральная плотность, собственно, холебания. Но вот она поведение имела, значит... Ну, вот аналогично тому, что мы сейчас здесь в скорых ценнице. Закон Биом-ГФТ, вот это. То есть, то Биом-ГФТ, которое выдаёт, вот, вот, содержится здесь. Теплоемкость, значит, сейчас поставлю, как вот это. Теплоемкость просто константно. Ну, а это, конечно, соответствует... Не знаю, какое такое... Температура на завершении стали исследовать. То есть, конечно, не только константно... Константно, просто температура. Вот. А, значит, в принципе, температура получилась, как только стали изучать из температуры, увидели, что совсем не заказываясь вниз. Вот. И сразу, вот, снизу, вот это на укрытие. Но, значит, для света аналогичная ситуация тоже была. То есть, там оказалось, что... Конечно, там просто остаток получался... Так называемое изучение... Абсолютно... Фу. Абсолютно изученное изучение. Вот. Ну, вы, значит, его... Значит, это изучение, значит, в полости... Ну, короче говоря, в армяничной полости. То есть, термянина, термяническая система тоже атакает. Вот у них вот это будет... Ну, вот так. Пад по частотам, соответственно, 4-3. Всего тоже, может быть, определенная существует... Значит... Ну, вот так вот. Значит, таким образом... Вот, значит, мы... Это пришли вот к такому. Теперь дальше, сейчас мы... Вот это... Нашли развитием, а ну, где мы не можем... Нужно написать что-то другое, нужно написать кеотропию. Сюда поставить пункцию с предназначением. Я уже в прошлом виде эту кеотропию. И так, просто видишь, чтобы это было нереально. Он такой, может быть, нервный. Так, сейчас, секунду, я хочу... Ну, формула тут и есть, но... Значит, сейчас... Пишем ее так, чтобы она была... Мужно было сразу кое-что получить. Ну вот, значит, и так. Это есть. Теперь начнем дальше. Теперь начнем дальше. Сейчас. Хочу... Значит, смотрите. Вот оказывается, что если сейчас... Например, объясните, это будет. С равняется К на С. На С это такое. Вот это нереально тропия. Оказывается, что это настоящая тропия. Ну, это вот так же здесь... Тут просто технический комплекс у нас нет, но просто вот это важное дело. Дело, чтобы мы получили настоящую тропию. Вот она какая. Значит, сейчас ее... подставить вот эту функцию, я тогда написал, функция распространения планка. Тон... Так... Я... Форму... Так... Значит, сейчас... Да. Вот такая вот формула. Смотрите. Значит... Так... ТС... А... ТС... Равняется... Вот Т на С равняется Е. Равняется... Теперь я Е... Ну, буду просто... Теперь я... А... Лен... Кто-то писал... Надо было черное написать... Ну, пусть будет бесчерк. Я сейчас его сдам. ТС равно Е... Равно... Вот... Сейчас напишем, что это будет. Минус... Минус... Капа... Значит... Сумма... Пока... Альфа... Логарифм... Единица... Так... Сейчас... Секунду... Нц плюс... Н... Так... Так... Сейчас... Чтобы не мешать... Такого... Много... Знаки ошибиться... Не хотелось... Неправильно... Сейчас... Секунду... Н... Ну, это... Что... Н... 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 Вот так вот... Значит... Если... Так... Что я написал? Е... Значит... Смотрите... Получается вот что... Что... Е... Минус... К... С... Равняется... Минус... То есть... Капа... Капа... На... Капа... Капа... Вот я здесь... Капа... Значит... Капа... 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 Значит... Вот... Вот... Смотрите... Капа... 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 Ну... Ну... Капа.... Значит... Смотрите... Основной технического равнения... Примерно... В,м... Капа... 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 Так вот... Капа... В,м... Капа... 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 То есть нам нужно оборудовать сейчас, вот отсюда, вот отсюда. Значит, здесь давайте я напишу равновесие, вот это НК, альфа, вот эту формулу я не хотел переписывать, а здесь переписал её вот таким, написал таким образом, попроще, более проще. Ну вот, значит, вот эта антропия, сейчас я говорю Т, С, Капа, вот она какая, функция, значит так, так вот, значит, если отсюда выразить Т, как функцию С, и подставить сюда, то вы получите ЛФ, как функция тропия, и МСНР, и таким образом вы получите вот то, которое равенство, и так мы получили, вот так вот, здесь Т, как функция С, формулирует, правильно? Ну, конечно, это, значит, неупотребляемая такая система выражения, но, конечно, делаем это как, ну, только что рассматривать, ну, вот температура у нас переменная, температура должна быть переменной, так вот тогда, чтобы так делать, значит, значит, всё свободно, она используется температура, и я понимаю, и вот она, значит, получается, что, минус С Д, минус... количество подделок, ну, подделок, ну, ну, подделок, ну, подделок, ну, подделок... В отличительное соотношение которого мы же знаем. Т.е. существуют, свободно нетмы. И вот оно получилось. Видите, мы теперь получили уже в естественном, простом виде зависимость свободной энергии от температуры и объема. Я бы выносил их на этом виде. Таким образом, у нас свободная энергия получилась. И у нас вся эта динамика, описание различных явлений в переменах температуры и объема уже определена. Вот она, определяется. Если мы задали, то смотрите, мы df o dv с минусом, это будет p, да? И вот это выражение, мы получаем давление. Но тут на самом деле это не хорошее. Лучше это не писать. Почему? Потому что, получается, здесь, значит, s так делал, что тут нужно еще держать е0. И вот е0, ну, в этом, тогда получится, значит, у нас b. И это, получается, что? Это сила, действующая на теле, а это внутреннее давление. Вот это уравнение, термическое уравнение состояния, получшественное сделать. Вот это уравнение. А, значит, калорическое уравнение состояния мы получили вот оно. Вот е0, вот это, вот это, вот эти два уравнения, когда мы зададим, то мы задали уже всю терминальность у этой системы нашего определения. Это вы знаете. Это вы знаете, но терминалы, которые мы рассказывали, раз мы происходили, все динфицировали, все мы связали с людьми. Значит, иногда это, как бы, такое, получается, много такой, значит, лишнего кровоцеряда. А не лишнее, то, 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 значит, что предвознать организм? Знать, что, ображение, свободное, так вот оно. Тогда вот, тогда все, я не могу сказать. Но, значит, как раз мы здесь с вами упираемся, что двигаться, записать полную систему ОТД мы не можем. И вот дальше, значит, то, что мы сейчас будем рассказывать, последние две лекции, это как это сделать, как сделать уже полное уровень состояния и, значит, даже немножко выкинуть, можно быть, про теоретику, что бы сказал. Вот, значит, а сейчас мы сделаем то, что можно сделать с термическим уровнем системы. А что сделать? А эти самые главные лечения, а какая это самая? Вот какие-то лечения характеризуют систему ОТД? Что характеризует эту систему с точки зрения различий процессов? Ну, сами вот энергии, значит, энтропии, там все прочее, это все же лечения, от которых являются только производные в физике. А производные что такое? Это, там, калорийского уровня, это теплоемость. Есть теплоемкость и есть сжимаемость. Вот две лечения физические, которые характеризуют реакцию на температуру, а реакцию на изменение объема, реакция на деформации. Вот реакция на деформацию, на что мы сейчас пропишем, чуть-чуть позже, значит, это будет, ну, давление, гензонапряжение, гензонапряжение. А, Юрий говорит, гензонапряжение. А, значит, с точки зрения изменительной температуры, вот две физические величины главные. Вот мы сейчас должны, значит, первое, один факт, очень важный, вот в этой формуле прописать, который содержится, первое, и потом прогнозируем терполемость. После этого мы говорим терполемость, перейдем к описанию уже термического уровня состояния, ну и там придется нам к архитрограммузму. Вот, собственно, это сейчас у нас будет самым очень грустным. Городский международный шрифток, и нам все равно нужно прийти. Невозможно, надо аналитическим и аналитическим описать, значит, оба университета. Вот когда все, значит, пишем. И тогда будет у вас финалом всего этого, будет ниже поражение этой свободной энергии, и которое будет, значит, ну как сказать, уже премьером, так сказать. И вот дальше можно будет усложнять, переходя к реальной системе. У нас вот реальная система, мы можем, знаете, вот так вот закончить. Это будет конечность нашего курса, что у нас элементарная теория, такая самая простая теория этого тела, то есть теория кристаллов, выявится на ней. Вот такая вещь. Значит, зачем мы будем? Ну, вот здесь. Вот здесь, значит, за задушью, мы видим, значит, боль например, рефральное функции, тревога. Значит, смотреть. Значит, смотреть. Значит, теперь перейдем здесь. Сидируем из интегрирования. Я просто так. Ну, это прощение переписать, что нужно поделать. Здесь два петли. Сумма по альфа. Один из интегрирования. Вот. Вот. Интегрирование. Вот. 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 И теперь вот видите. Значит, мы специально смотрим вопросов. Спектральное плодискребание. Если функция под знакомым от этого интеграла зависит только от частоты, то тогда этот интегрирование можно переписать. Значит, переписать в интегрирование чисто. Вот. 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 Плюс. Интеграл от нуля. Я пока напишу. D. О. Да. Ну. Ну, можно здесь сумму по альфу оставить, в принципе. Но. Давайте не будем. С этой темы не будет. Ну, нет. Получается надо. Долго. Двадцатого цвета. Ню. Ах. О. Метра. Две степени. И если бы, например, это оттой минус. Ну, вот какой получился у нас соревнования почти на театре. Итак. Значит, у нас в термодинамике, как термодинамические функции всех, входят интегралы, у которых весь, все свойства корребания решетки меженщики наше. Следующий суток специально после термодинамической Значит, каждый паск от каждого теста, как вы знаете, это паск отстойм. Ну, в общем, и специально после термодинамической и даже много различий. Значит, так. Днём, это самое важное, именно в обществе, видна важность и специально после термодинамической и обстановки. Вот. Значит, итак. Эта функция, я напоминаю, что, я говорю вам, про выражение на эту функцию, они могут это что-нибудь как использовать. Ну, характерно видна эта функция. Значит, она зависит от того, как вы можете говорить о чём, когда вы желаете, то есть есть у нас как вы знаете, не знаю, что это вот, значит, акустические и оптические межные калибания. Акустические межные калибания. Значит, у нас есть три из этих альфа, три, которые отвечают акустическим калибаниям, для которых частота прощает. То есть, когда она получает три часа, калибанная, несколько часов обращается в море. И, значит, оптические межные калибания. Аксус, да, это какие, значит, там, какие физические отключения между тем, да. Ну, вот. Для акустического, для акустического типа, значит, у нас ню. Вот я не показываю, как они вынесли. Имеется такой вид. Значит, теперь, дальше нам создали вот это доводение омега квадратов для ню равного 1, 2, 3. Вот для ню равного 3. Так, а дальше мы создали особенности калибаниям. То есть они представляют собой, значит, особенности, заключающиеся в скачке производные подсостояния. То есть в некоторых точках, значит, идет аналитическое поведение с одной стороны, значит, с одной стороны с другой идет корневая. Это имеется корневая такая особенность для ню равного точка. Эти особенности отвечают переходу изочастотных поверхностей, изочастотных поверхностей, просто изочастотных поверхностей. Вот, значит, замкнуты, как сказать, ну, это зависит от отсутствия, следовательно, через низкий салпроцесс. Разбирается, может проехать по повреждению, через литератевский салпроцесс. А тогда замкнут мы не видим только изнутри салпроцесс. Вот, значит, замкнуты, салпроцесс, отвечают, значит, важным типам. Именно переход одного типа к другому приводит к существованию, приводит к существованию определенных точек. Салпроцесс. И эти точки, существовало монхрош, эти точки, как я бы знаю, знал, без эти точки никак не войти. Вот, потому что, ну, идем от минимума к максимуму сегодня. Так вот, значит, вот так я вам вынесена, да? Теперь, значит, так и вот так. Вот. Вот это, значит, характер этих фактических фильтровей. Значит, здесь одна. И, у меня в конце, уходя, всегда дать на одна, идет, ну, вот это, значит, замкнуты, значит, замкнуты. Это переход снова замкнуты. Снова замкнуты. Здесь обязательно такой скачок. Прошел на него же. Ну, конечно, значит, вот. Значит, существуют две таких фихтопоевских, одни из них. Три тювенин-три полиции, да? А все остальные оптические холебания. Вот они, значит. А вот здесь раз, 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 раз. И, значит, так. Раз, два, два. Вот, значит, вот это оптические холебания. Итак, это целого. Среди всех существует. Самое важное то, что это, значит, особенно это важно для оптических холебаний, для оптических, очевидно, тем, что спектральная плотность колебаний ограничена. И ограниченное, и ограниченное связано с чем? Тут связано с тем, что длина помыта, в кристаллах всегда ограничена. Следовательно, волновой вектор. А волновой вектор определяет протяженность. Волновой вектор всегда, значит, ограничен межатомным расстоянием. Не может быть волновой короче, чем межатомным расстоянием по самой сути своей. Поэтому, значит, вот эта длина волновой ограничена, соответственно, здесь реально. Ведь это какой-то максимальный холеб. И вот это самое главное. Даже для чего? Для проведения этого интеграла. Смотрите, интеграл-то ведь такой непростой. А это функция, значит, температуры, да? Так вот, функция, какая функция этой обои температуры, значит, сразу видно, что возникнет две температурных области. Это вот как в математике, хорошо знающий математический анализ математического и физического. Почему-то не узнать, как это является. Интеграл-то включитель. Интеграл-то увеличение. Вот такие интегралы, конечно, значит, какого-то профессионала, сразу он не может взять выражение и так далее. Но, а мы поскольку изучили, что мы называем хороший профессионал, то минус, сейчас разберемся. Какие здесь показатели случаются? Получается, что есть ограничения в себя. И поэтому в себя существует больших волосы и низких. Высокий, когда t, характерно, много меньше, то есть, t, h, o, m, беременное на k, а t, t много, значит, есть много меньше. Тогда во всей области, значит, это будет уменьшаться, и в целом же экспоненте. Посмотрите, это значит очень просто. Наоборот, если h, омега, m на k, много больше единицы, то есть, это с низкой интеграл, тогда экспонента здорово большая, как правило. И тогда, значит, ничто происходит. Тогда вот тогда экспонента, как говорится, зарезает этот интеграл. То есть, у вас, если мы, теперь очень низкая, тогда только низкие частоты играет, а, то есть, несколько частот, то это уже маленько будет, значит, и, то есть, это будет, настолько мало, что она обрежет. То есть, короче, это вариант. Интеграл здесь не нужно до максимальной частоты даже идти, а до бесконечности можем, только, значит, здесь нужно, соответственно, специальная плотность вливания. Взятие низких частот. А, ну, меньше, все-таки интеграли. Тогда, поскольку температура мало. Соответственно, значит, мы в первом поле берем в первом поле беременности частоты, и здесь всегда бесконечно. Вот это будет низкая температура. Высокая температура, как-то наоборот. Это мы, скажем, тут вся, вся мощь, чем играть в роли. А эту экспоненту можно просто разложить. Вот два, две совершенно одинаковости. Соответственно, вот видите, как существует, значит, вот эта аж, омега, максимальная, накапа температура, вот она, которая подойдет ау, на границе между теми и теми. Вот здесь температура много больше, немного меньше 1-2, только вот эти температуры, учитывая разная температура 2-10. Вот эта температура, называется температура Дебайя. Это, вот кто не знает, хотя почему и считает, что тесным это вопросом делать, потому что он всегда не знает, что температура Дебайя, то есть мы, значит, термодинамики, все физики, температура добавляет, потому что она, она, она создает, как бы, сам, этот параметр, который определяет поднимение термодинамических ключей, а зависит от температуры. А зависит от температуры, это главное, теплоемкость, это главная характеристика термодинамической системы. Ну, значит, такая вещь, вот это мы подобрали в целом курсе активов. То есть температура Дебайя может быть по-разному определена. Потому что, смотрите, тут еще, играет вот, разная, то есть на самом деле, мы, вот здесь, про семью, всем. То есть, общественная банка, общая университация, ну, и как-то для разных людей, университета, разная, значит, и так далее. Так вот, значит, вы должны забраться так. Первый вопрос. Вот для этих двух отластей написать реформу. Мы сразу видим, как это написать реформу. Вот. А это первое. А второе, значит, мы должны модель попробовать, которую мы на всех существовали. вот это, какая-то есть, здесь, с тем, что я рассказывал для своих колебаний. Вот, я не знаю, предельные овости, а потом, после этого, разумно, это вышло, ну, все эти овости. Ну, это тоже существует в этой овости. И, ну, ну, и дальше, значит, вот, это, то есть на этом закончится в этой, в этой терминанке. Значит, вообще-то, значит, эти терминанки являются, как-то, свободной энергии. Но, когда мы, все, что касается, значит, физики, при постоянном давлении, то, значит, мы можем, это, ограничить себя. Почему? Смотрите, у нас, тут диагностическая адреса. D2 равно T1 B2 T1 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 Ну, когда, значит, у нас, то есть объем мы не меняем, то можно вот эту рацию оставить, и тогда, наверное, надо играть просто так. значит что касается этих когда-то мужчины почему же мужчин как на самом деле меняем а что то есть существует процессы постоянно ситуация поэтому в разных процессах и в общем процессе то и другое но дело в том что для твердого тела есть вот это такая значит важная особенность что объем поменяет немного эти изменения объема процесса поэтому фактически мы можем интересоваться какими процессами которые происходят профессионального времени сохраняя данные люди на самом судьбе слова именно поэтому хотя и важно значит и мы будем заниматься делаем все уровни состояния напишем уже эту твердого тела уравнение это состояние нужно все равно но значит эти процессы тепловые и процессы значит сменения нужно ставить на деньги вот мы значит как раз и строим сначала что тут теплоемкость и сначала построим вот эти вот это выражение для двух областей а потом посмотрите два области значит вот давайте это значит я сказал сейчас осуществим сквозь новые расходы группа когда в определенных случаях ну сначала в первый случай состаточной объявят действительный пробок будем вас отпустить в твердый тогда значит у нас вот этот спектральный опорный advert во-первых первая t 0 наша века во меру оптические опять и тогда играть будет много роли экспоненциально. Значит, соответственно, их нужно рассмотреть вклад отдельно, он будет мало. Почему? Потому что там экспонентра для вот этой его частоты, для вот этой его частоты, при температуре он любит экспоненциальный давать вклад. То есть у вас те оптические ветви, то есть не столько трудно играть, а играть только акустические ветви, у которых люк мы знаем, вы записывали. Вот я сейчас давайте короче запишу вот это. Выражение, так? И... Сейчас, секундочку... Значит, смотрите. Вот это... Представляю, я просто с Халибанем. Ж по Омега... Кстати, я скажу, я просто с Халибанем обозначал развернули. Выполнено, наверное, с полной. Я вообще даже из-за этого не обозначался. Значит... Или даже... Я, к сожалению, не путаюсь. Нет, давайте... Ну, хотя все равно, конечно, это... Ну, давайте, значит, я уже Ж от Омега написать. Я хотел бы Ж от Омега изучать. Но почему нужно... Значит, здесь... Мюта все равно занята число. Вы не перепутаете. Так вот. Ж от Омега. Значит, тут сперта... Это... Мы запишем его для этих... Омега в квадрате... И, значит, здесь вот как... Записывайте... Это я хотел... Вон, записывал. 3... Так, сейчас и буду. 3v Омега в квадрате... Для малых. Значит, это... Омега много меньше... Омега максимальная. Так? Тогда, значит... Квадратичная зависимость от амега... 2π в квадрате... С в кубе средней. И вот эта единица на С в кубе средней... То есть, если скорость... Вот этих вот... 2 очков, да? А? Что там в знаменателе? Это что? 2π в квадрате? 2π в квадрате, да. 2π в квадрате, да. 2π в квадрате, да. 2π в квадрате, да. Значит, с в кубе. То это будет и такая, и посмотрите. Сумма... Так, как это сделать? Альфа единица на... Ну, альфа 1, 2, 3. Вот так вот сделаем. Альфа в кубе. Так. Ну, еще вот так. Значит, это... Только здесь вот так. Значит, здесь вот так. Тут тоже чёпчик нам написано. А эта сумма, она сколько? S альфа. 1, 2, 3 где? 1, 2, 3. Значит, смотрите теперь. То есть, здесь S альфа. Вот так вот. Это с чертой в кубе. Это есть интеграм... Ну, значит, я не хочу просто сказать. Дета, синус дета, дефи, единица на S кубе. Вот это... Вот это, значит, усредненное... Усредненное по изне четыре. Изне четыре. Вот. Значит, это вот по углам усредненное значение для каждого, где две вводится. И, соответственно, тут сумма по всем этим... Ну, если это... Представьте себе, что если постоянно эта величина... Ну, в общем, грубо говоря, можно это профермирует, как только после куба, какой-то скорости звука. Скорость звука в кубе. Слушайте. Это основная величина, которая, значит, реализует... Вот это вот. Смотрите, инспитальный пус. Отлично, да? Ну, да. Можете идти, только какой-то разброс. Ну, это одного порядка величина. Все, значит, такая... Вот, значит, же витаминка какая. Значит, соответственно... Так... Соответственно, же... Атоминку поставить вот сюда, да? Вот в эту форму. и, значит, соответственно, подставить, получится у нас вражину. Ну, и все, да. Который. Мы дальше, которые реализуют, дальше мы должны обозначить... АШГРД, вот в эту форму. Ладно, я на передумку взял. Значит, смотрите. УЕ, тепловое, температурное, так напишем, вот так, честно. И вот, значит, смотри сюда. Интеграл от нуля твердый, мы, конечно, поставили, да? ДОмега. Значит, ну, это, ну, уже здесь, аминь, тоже, аминь, квадратик, 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 да? Вот, значит, и здесь, аш омега на е степень аш омега на карпоте будет видеться. Теперь, аш омега на карпоте равняется ну и тогда, значит, получается, значит, очень простое выражение здесь. очень простое выражение для кинь. Так, ну, тут, наверное, если не писать, я не знаю, потому что здесь несколько зубов, ничего, это, наверное, не кратировать, правильно? Так, пик квадратик, деленное на 10 аш с ну, я уже написал, просто так писал, как и так, значит, и как Т4 вот такое выражение то есть внутреннее при температуре при температуре пропонциально Т4 Т4 можно знать Т4 ну, видите, как это находится скоростью ну, некой скорости ну, значит, это это значит, теперь я потом теплоемкость теплоемкость не могу анализировать земление по температуре узнать процент как будет адвокат будем сейчас теперь дальше если если низкий например так 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 смотрим значит здесь тогда это ситуация другая значит играет роль вот это спонент ну, зато значит можно зато можно значит очень просто разложить то, что значит играет роль вся спеканатонская игром а потому что во всей области интегрированы мы ладим и соответственно должны представить себе интеграл ну это тут ну можно так уже это убрать интеграл для до амега максимальная это важно ну так это g а g а вот а шамерно 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 берем в них единица а и так в этом случае делается не так а делается не так ну можно говорить здесь вообще вот вот ряд вот эту есть межамерно разложить в ряд этот ряд стандартный вы его хорошо знаете значит очень даже хорошо коэффициент называется коэффициентом очень хорошо восходящий свет так так а шамерно на к по т ну а б б значит по может быть не помните то значит если мы вот это совсем положим равные эту эксперименту вообще заменим единицей заменим единицей ну тогда здесь в первом же нужно объединить заменить и это самое главное приближение заменить на единицу плюс h полумега на карпа т это я уже не ровно то есть первое считание это равно нулево остается и значит смотрите значит в этом случае это ваша формула получается очень важно кто вот эту формулу знает вот ту формулу мы уже еще и не знаем это в четвертой знать только и все конечно ну кто вот эту формулу ну смотри это значит вот сумма по альфа интеграл д омега от нуля до омега в основном она так разрешена ну просто это самое большое вот g альфа под амега а здесь все здесь ажемель сократилось и здесь получилось только как под амега как под амега чему вот это равен ну просто есть сумма по всем сумма всех если не сколько угодно системы всех возможных значений чистоты не 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 поэтому это 3 л это все чистоты накапаны можно получилось при высоких интернатурах имеет место классический результат то есть аж выпадает аж всего 24 выпадает и получается вот такой тот фок который может расплодировать то есть вот этот фок при высоких температурах зависимость внутренней линейной температуре коэффициентом является число атомов полное число атомов основной области то есть число степеней свободы число степеней свободы атомов то есть коэффициент с температурой ну по температуре тоже совсем ну итак вот значит это здесь получается что с температурой температуре own температуры 2 то есть выше вот ну не меньше это две области значит дальше а теперь просто посмотрим а а как посмотреть всю криву зависимости Значит, при риске температуры Х на Т 4, при цехе Х на константу, да, ну а формула, которая описана, делается просто вот, значит, не то, что просто, но есть, есть то, что просто, как просто сделать модель, которая часто тоже используется. Итак, называется Те-магей Те-бай, того самого байка, который придумал, что Ту-магей Те-бай, который, за вас, в смысле, не придумал, это вы. Вот, значит, итак, какая идея, как вы, какое вы себе на все придумаете? Вот, допустим, для вот этих вот, для вот этих вот, музыческих. А он сказал, что давайте, говорить, будем считать, что вот этот квадрат, значит, продолжается до такой максимальной считательной. Чтобы интеграл, так вот, что-то будет, пройдем, где-то ближе, просто, как-то здесь, момент-восемь момент. Так, чтобы интеграл, правильно, того интеграл, который подсеем. Интеграл, как раз, вот он есть, вот он интеграл. Его срогли, его занизаем. Вот, поэтому тренируем. Вот, если теперь вот так вот сделать, ну, можно это сделать для всех акустических ветвей, и соединенно как-то, можно для каждого классического ветвей вести свою границу. Границу нужно вести, вот эту границу, значит, вот так, чтобы она была соответствующим интегралу равна. То есть вклад в эти, в степени свободы от каждого интеграла свой. Ну, вот, значит, здесь можно несколько, можно так, можно общую. Ну, конечно же, проще уж, если мы такую ерунду вводим, то, конечно же, это самое простое сделать. Ну, значит, тогда мы сделаем вот, ну, какое-то омега дебай, что мы называем. Максимальный штат, который, вот эти три нюд заняты, со всем этим трём интегралом, запишем, что на три, три вот этих вот. Вот это, значит, это самое будет называться, это будет называться дебай. Значит, две, 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 две. Вот, значит, поэтому запишем сейчас. Ну, чё, значит, начнем. Ну, чё, значит, начнем. Так, хорошо. Ну, вот, значит, мы это... Ну, это... для простой решетки, так скажем. Отель для бая, для простой решетки. Значит, вот... То есть, тогда, когда нету оптических ветвей вообще. Ну, значит, потому что, если оптические ветви есть... Я говорю, кто-то и так написал, что они здорово так отступают. Они, на самом деле, на клубе ложатся вот сюда. И поэтому, значит, здесь вклад их вот в этой-то области будет, можно сказать, важным. Правда, он специальный, конечно, вид имеет. Но все равно... То есть, он специальный, значит, за то... Если мы за то сделаем какую-то эту акустическую судьбу, то, значит... Ну, неправильно, короче, разумеет. Ответ будет не очень хорошего. А даже отделяется. Ну, вот. Поэтому, значит, конечно, идея какая, что акустические ветви на блоксмарк тюнерей добавят, а оптические ветви уже в другом моменте. Сейчас поговорим. Вот. Значит, смотрите. Ну, уже, значит, видим, как я нашла модель В. Вот и длина В. Значит, здесь так. Значит, тут же атомет, это, так как нам, ж... В чём он сможет? Ж атомет, где ж атомет зависит, вот это будет 3 v o в квадрате, делённое на 2 пиес. Вот. И общая такая сходи. Ну, конечно, не до этого. Вот. Это будет, вот, омега от... Омега от... Меньше омега восьмидное и больше 0. Вот это ульти вообще не будет. Соответственно, значит, интеграл. Интеграл. Интеграл от нуля до омега восьмидное, д омега восьмидное, g от омега. Так. Ну, будет просто 3 vn. Ну, если мы хотим ещё, здесь артические ветки, просто подбавить. Ну, тогда, значит, здесь будет, значит, 3 vn, а, значит, это... Соединённые диагностические ветки будут вот это вот плодистояние. А, значит, остальные ветки добавить, тогда это нужно вычислить со строительства бестковых платьев. Ну, в общем, это достаточно. Ну, да и в целом идее, давайте поймём, что там будет. Вот так. Значит, тогда, смотрите, значит, формула... Ну, я вот сейчас и я наоборот, что-то, что-то, что-то вычислили. Вот. И здесь, значит, получилось вот так. 9n, делённое на омега в кубе. Омега в максимальных кубе. Итак, омега в максимальных кубе. Интеграл от нуля до омега в максимальных, то их главное до умега, аж в поумега, делённые, так, H-омега в кубе. аж в поумега в кубе. Аж в поумега. Аж в поумега в поумега в себя. То есть вот туда и я в бою, аж в поумега в кубе. Так. Аж в поумега в кубе. на e-степени h по мега металлитарту t 0. Значит, таким образом у нас нужно просто вот этот итогов вычислить. Значит, мы его вычислить легко. Значит, он... Я, кстати, такой... Забежу из каждого числа. Значит, равняется... Это будет... Значит, смотрите дальше. 9e, k по t. 9e, k по t. А здесь t на t. Значит, здесь вот теперь то, давай... Значит, вычисляется точно. То есть вычисляется вполне определённо. То есть она записывается в виде... Через нём выражается, значит, этот, смотрите... Максимальная. То есть t на t. 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 Причём t, t, это... Вот. А здесь, значит... Ну, где интервал такой? Ну, интервал бывает в смысле. Интервал аркулят у t на t. Теометр. t на t. t на t. Т. 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 Интеграла на 5z, x в кубе и x, ну x будет 10 иллючит часов. x в кубе и x в кубе, деленное на, так, секундочку, на x в кубе и x в кубе. Ну вот. Вот это вот интеграл такой гигуальный. И, значит, соответственно, вот это вот, вот это вот все. Значит, это все. E0, E0, плюс 9N, D, вот это, ну, что я даю. Вот это, ну, что я даю. Ну, и все величины, значит, соответственно, вот этой. Суть и блага сейчас. Можем, естественно, вычисли нас уже через эту функцию. Вот это, значит, описание, каким это не было. Теперь, а что ты с оптическими пониманиями? С оптическими пониманиями в этом случае тоже как-то грубляет их. Значит, уж совсем. Ну, потому что вот это, вот это, с точки зрения, то есть это, а эти пусть и понимания, естественно, с точки зрения, уходят частоты. Иногда бывают рабочие, чуть не узкие. Кстати-таки. Значит, тогда возникает такое, там, значит, желание их изобразить, но просто долетовнуться. Вот, приходят частоты раз и раз, что программа плотности, имеют такую… то есть, если бы был атом просто, то это было бы. Значит, это атомная, так сказать, оболочка, она бы… ну, или атомное колебание большое, так сказать, молекулка большая. Значит, она бы никогда не участвовала в колебаниях, просто бы локально колебалась, независимо от ни от кого. Вот, коррекция атома, и всё. Если она просто коррекция, тогда он не связан с какими-то, поэтому, значит, никакой дисперсии, в зависимости, а не будет. И, соответственно, значит, это будет один какой-то приз. Вот тогда, значит, в этой модели, модели Эйштейн, вот, записывается, вот как, смотрите, вот эта арена. Так, уже одновременно. Записывается так. Значит, сейчас... Значит, сумма вот этих вот, этих третьих, И, ну, значит, от четырёх, ну, значит, какие-то три, это И дельта от омега минус, ну, может, обозначить это омега, с нули как омега... так, ну, например, омега и Эйштейн, вот так вот. Ай, Эй, Эйштейн, вот, омега и Эй. Делёхнуться, то есть такой, ну, соответственно, значит, каждой дельта функции будет соответствовать свой способ. Если поставить эту функцию, сейчас, то будет просто один раз снимется, и будет вот эта вот вся штучка, вот эти множины, сила села, эта дельность электро не связана друг другу. И вот эта вот, значит, вещь, я вот здесь не то, что могу сказать, аж, омега и, делённая на В, степень, аж, омега и, на КПЦ, плюс и минус. Вот будет тогда, значит, ват в эту самую энергию, энергию этих идей, вот такой, вот такой, он будет официальный перевод, здесь, то есть, вот эти, да, вот этот раз ещё идёт, и он уже, вот, вот, экспоненты, в этом случае. Приехать сюда, тоже, и, низкие температуры, по соседнему классу, не может, просто, может, ну, можно, но, все раз в мере, вот, на самом деле. Вот. Тут, то есть, то есть, то есть, то есть, экспоненциальный вклад, то есть, это будет, просто вклад, но, в общем, в степени свободы. То есть, это, эти два определенных случаев, для этого случая, для этих, нехорошо, не приятно, не очень-то подходит. Поэтому, очень просто, вот эту формулу, дописывать, в этой формуле, где мы добавим, написать, вот, а здесь записаны, все эти, опять же, эти, такие Ну вот это все модели, которые, значит, очевидно, используют, используются для описаний, которые зависит от того, что я имею в виду. Ну и следующий вопрос уже, соответственно, уже самое главное решение, называется натеплоевность. То есть мы с другими энергиями не изменяем, это такая величина, это естественно, вот. Хотя там нейтропия построительная, некоторые сейчас изменяют, никаких случаев, но, значит, вообще-то это нечего. Главное все равно, глядь, от тех, кого надо спросить. Вот, значит, следующий вопрос, затем, подробность, перестала создать нашу нейтропическую получение. Вот мы, значит, у нас внутри энергиями остаемся, да, а мы сейчас посмотрим просто, что же будет в теплоевности. Значит, каждая из этих температурных властей, то много меньше температурных властей, температурных властей, температурных властей, многое добавят, мы запишем в теплоевность. То есть, да, в интернете мы можем запишать. Сейчас спросим, почему. Как вы определите теплоевность? Интересно, это, значит, вызвать каждого, что указано? Написать одну, сразу на теплоевность. Значит, вы пишите. А я скажу, вот так, смотрите сразу. Вот она, теплоевность. Значит, она зависит от процесса, правильно? Значит, это T, D, S, P, D, 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 D. Так вот, у нас процесс-то, как правило, ну, проще сможет создать так, что объем-то постоянный. Ну, там было расширение, чем позже мы это роснули. При изменении температуры, конечно, в мире изменяется. Это интересно. Но, значит, он мало себе не принял речь, то тогда, значит, это будет противостоять саму объем. И вот тогда и будет то, что я сказал. Вот она уже выпадет, выпадет просто. И вот это просто будет D, E, P, D, D. Значит, то есть это есть D, 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 D. Значит, ну, вот это, то есть производная внутренней на репутентной реакции. Поэтому, значит, вот эта форма возраста. Она тут должна быть записана для... Ну, значит, просто нужно от протестерилизации расчастной формы. Ну, можно в общем форму состоять записать, но от этого, что он квалифицировал вот этот гибрид ПТ. Ну, надеюсь, было так. Можно написать такого большого интереса. Конечно, нужно просто взять теперь все эти предельные случаи, ну, вернее, два предельных случая и один модель, и для самого случая написать вот эти проекты. Итак, давайте теперь вот это. Значит, при Т, при З, ну, допустим, это вот мы пришли к взору хорошей модели. Вот так вот. А то есть, что нужно сказать? Сервер номер. Как я говорю, это? Сервер три. Эт. Ну. И все. Как-то нужно. То есть, в результате, которая диапазита постоянно, она равна числе степени свободы, потому что она постоянно больше становится. Вот такая интересная штука. Почему теоретики есть эти планеты? Посмотрите, сколько атомов в этом, в этом теле? Ну, мне просто оказалось в этом. Сказалось в таком же целом. То есть, мы, кто ее возьмите, то есть, это, во-первых, полка, а Т, во-вторых. То есть, да, итог. Так вот, это, если там еще разговоры, то есть, я, ну... Я не могу такого высказать. Значит, и вот такая. Значит, она при циклеистке до трех. Т, Т, Т. А. Какие тропы стали? Не лучше. И циклеистке до трех. Она Т. Я внутренне не знаю. Я не вижу. Я не знаю. Значит, циклеистке до трех. А дальше она константная. Она выходит на касатку. Причем, она на касатку целиком определяет, целиком определяет, что после днисов, когда число атомов, пристали. Число атомов, пристали, можно, наверное, на пристальный пост. Но вот, чего вы обманете. Когда мы сейчас будем еще в интерганизм проходить. Вот если вы мне так ответите, то это вы не помните. Я никогда не буду выходить, потому что мы не увидим, что в интерганизме отличие от хребания от хребанических, значит, не шутки, оно приводит к негативной культуре. Фу, через меня негативная культуре. Ну, а вообще-то, если это не подлигает, вот константная работа, это можно лишь тико только. Все получается. Вот оно. И так, после, после. Помните, как и в общем все должны. Вот это вот хреба, это еще один детский вопрос. Вот смотрите. У вас какие? Ну вот здесь вот, вот такие вот тройки, я должен задать три вопроса, которые, ну, показывают, что какой-то имеет предмет из-за этих людей. Ну, первое – авокустические, отлично-летворения, что они получать и получается что они такие Теперь второе вопрос, это температура добавить, потому что температура добавить, если мы рассматриваем, то есть, может быть, низкие и высокие температуры, а границы между ними и температура добавим. А почему? А в принципе, на связи с тем, что в полной длина, высота, от Calvary, не очень, и очень, и, значит, снизу, и стоят на границе, на мешальном расстоянии. И наконец, ты, как теплымкозистал зависит от температуры, но если вы знаете, то вы знаете знаете уже диаметри, по сравнению с ним, то да, товарищи, при весе температуре, А я проекционирую, это точно, закон геологии 5. То есть, по идее, смотрите, как температура. Сложно-сложно это сделать для тела. Через слишком малекватно не происходит. У него, по идее, сейчас один, один, один. Такие полки, которые, оказывается, подключаются все от а, от другая, от этой степени свободы. То есть, мы сейчас говорили об этих целях. Но они, предыдущая температура, уже в этой температуре, в каких-то температуре не работают. У них высокая частота, что температура не пошла. Температура намного больше, температуру добавили для акустических. И, значит, пошла константра практически. Тут мало залезли, тут нет, слабая. И потом, разве они подключились, тогда же начнут не кладать. Вот это немножко инфицированно, потому что они не трудились. Потом еще одни, еще. То есть, что больше и больше степеней свободы подключаются к этому. Вот это, получается, как раз такая, по идее, ступнический характер. Конечно, это к стиментальным зависимым причинам. Могам-то, чем-то. Потому что мы не решили взгляд. Посмотрим, это там. Какие-то зависимые. Ну, потому что, значит, там... Ну, прежде всего, кристаллы не идеальны. Там, значит... Все. Вся грязь, которая есть в кристалле, все равно в теплоэмпосе пойдет. Правильно? То есть, она околится по-своему. Значит, в высшую кристаллу живет. И, значит, вот это все по-все поистине. Вот когда посмотрите на реальную реанцию, то она... Потом кристаллы, в кристалле облочки есть, значит, связи. Значит, они, как-то люди, люди, может быть, сложные, каждый. И, значит, это будет... Значит, тут специальное просто сливание тоже, соответственно, сложное. И она имеет особенности. Вот вы сейчас обсуждали, они на основе простые такие, а планховы. А, значит, если какие-то структуры я писал, что-то есть, то есть, то надо особых затражаться, когда все клевать. Соответственно, он будет все закрывать. Ну, как вот эти штуки, когда они будут, будут все размазаны, будут все мимо, и так далее. Ну, это сложно вообще, в зависимости от реальности. Но вот вы должны знать, вот это почему, в чем теоретик, в чем теоретик, пожалуйста. Ну, должен знать твердо установленные факты. Твердо, значит, ставить на какой-то почерк. Вот я твердо знаю, что по температуре, то есть, если температура должна быть тверко, извините меня, извините меня тверко, ищите что-то, что такие сложности. Вот и все. Значит, и так далее. Вот эту форму, короче говоря, эти формы, которые, получается, дают, да, дефенсируют, можно подать. Ну, а, вичтейн, да, дают, 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 дают. Дают, дают. Вот это форму, и пациент, вот, хорошо, хорошо. Вот, и меньше твердо, много меньше твердо. Там можно поставить 5-4, да? Ну, значит, это тогда, этот, а, так, сейчас воспроизведем по формулу. Так, теплоемкость. Так, теплоемкость. Значит, это, значит, я сейчас ноль изгибает, запишу ее, с ноль изгибаем. А если через ноль изгибает, то, значит, тогда это будет, пока есть, фир квадрат, ш, дамер, фир квадрат, так, В, везонная на 10, H, 10, H, S, или, там H, да, пиклой 1, 10, это точно. Фу, это, да, и, извините, это я написал. Значит, здесь, это я переписал формулы в итоге, а здесь, на самом деле, выйдет 4, и, значит, будет 4 десятых, 2 пядая, да? И 5 еще. Вот так. Вот так. Вы смотрите, теперь это только такая. Ну, конечно, сможет здесь дописывать какие-то сети, но там более важно в принципе, да, на самом деле, на него нет. Вот, вот, значит, это теплопис такой общий. Значит, вот температура. Вот это. А в модели Добая, значит, это, вы можете тоже написать в модели Добая. Это, значит, вот такая вот такой, формулы Добая. Добая. Так. Значит, вот она, какая-то. 3D. Так, 3D. Опых. D, C, 1, F. Значит, дезинфицирование этого C, я считаю, одно, что это, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 10, 10, 11, 12, 12, 13, То есть фактически вам сносится физику, динамику и всю основу за 2 часа, наверное, будет. Так, ладно. Значит, в следующий раз мы уже начнём. То есть я ещё просто расскажу вам о том, что упруги свойства и почему для них нужны гармонизмы. Потому что теперь у нас зависимость там не получается из экономической души. Поэтому, значит, нужна гармонизма. И тогда уже напишем этот футбол для свободной энергии с учётом гармонии. Футбол, социал, в следующий раз программа. Ну а потом, значит, если мы до следующего сейчас берёмся, то я во время состояния, еще не заживаю во время состояния. Немножку, мы, может, не помним. То есть это, ой, финал какой-то сделаем. Вот так давайте. Всё. Ну всё, значит, всё изучаем.